Я могу сказать, каково это, когда сын уходит. Я могу сказать за блудного сына. Потому что я был таким блудным сыном. И я знаю, каково быть блудным сыном. Я знаю, как чувствует отец, видя, как чувствует отец, когда блудный сын поступает неправильно. Я хочу рассказать свое свидетельство, с вашего позволения. Я хочу сказать за своего отца, за свидетельство. Знаете, он пример для моей жизни, как христианина, и он сыграл большую роль в том, чтобы я пришел ко Христу. Мои мама и папа с верующих семей, конечно же, они, создавая брак, они были верующие, любили Господа и любят Господа. И когда мы росли в семье, я был пятым, они к каждому из нас вкладывали одинаково. Отец заботился о том, чтобы мы не голодали, он много работал, тяжело работал, чтобы прокормить многодетную семью. И знаете, у него не хватало времени на то, чтобы поиграть с нами в футбол или быть другом, как знаете, много на рыбалку ездить, много времени проводить со своими сыновьями. До этого не было. Мы зачастую с ним больше работали где-то по дому, что-то делали, строили дом или выезжали в огород на прополку картошки и все такое, что к этому прилагается. Но я помню, как отец всегда нам рассказывал библейские истории. И до того момента, когда я сам начал читать Слово Божие, я Библию знал или те истории от отца моего. Он вместе нас призывал молиться вечером, и мы молились. Я знал, что если я не покаюсь, я пойду в ад. Это было вложено в меня от моих родителей, от моего отца. Мой отец честный и всегда нас учил быть честными, учил нас поступать так, как в Слове Божьем написано. Но вопреки тому, что отец был для меня хорошим, я в своей жизни избрал иной путь. Мне захотелось попробовать все то, что предлагает этот мир. Попробовать все эти грехи, попробовать как это. Меня манил этот мир, и я начал это делать. Я знал, что родители будут чувствовать себя плохо. Мне было, конечно, неприятно при мысли, что делая это, им я приношу огорчение. Но однако же я это делал. Приходилось для этого обманывать своих родителей, чтобы они не знали, что я делаю. Потому что то, что я делаю, будет приносить скорбь. К 18 годам я уже был зависим от алкоголя. Легких наркотиков. И попадая из-за этого в различные автоаварии, потом лишение прав, тюрьму, утрезвитель. Родители, конечно же, узнавали. И я уже не мог скрывать. Но и при этом отец никогда не выгонял из дома. Или говорил, сын, ты мне больше не сын, если ты так поступаешь. Отец ждал. Ждал, пока Мессия приду. Но не просто ждал. Отец не ждет и не бездействует. Отец, как и наш Небесный Отец, предпринимает что-то. Он посылает обстоятельства в жизни, чтобы мы пришли к Нему. Земной Отец, он становится с матерью на колени, они молятся. И Господь коснулся мое сердце посредством таким молитвам. И однажды Бог мне открылся, это было на пути. Я был трое суток в дороге, я был под наркотическом состоянии. Но уже такое состояние было, мне нужно было долго ехать домой, возвращаясь. Господь открылся мне на пути и показал мне мою греховность. Показал мне все мои грехи с детства. Я увидел свою жизнь, вот как знаете, как говорят, пленка проходит. Мне хотелось, я почувствовал такую вину перед Богом, что я греховен. Так как я живу, я могу попасть только в одно место. И я почувствовал большую вину перед своими родителями. Так хотелось попасть быстрее, как будто взлететь бы сейчас на крыльях, очутиться там, где они, попросить у них прощения, попросить у своих братьев и сестер прощения. Но сатана посылает стыд и сомнения. И у меня был стыд в течение некоторых дней. Такой пришел какой-то стыд сообщить им, сказать им, что я хочу вместе с ними помолиться, покаяться. И дьявол меня еще на несколько лет погрузил еще тяжкие, большие грехи. И когда я стал, сильно уже был зависим от наркотиков, я не мог сам освободиться. Я молился Богу. Почему? Потому что когда Бог коснулся меня тогда, я уже знал, кому обращаться, кому молиться. Я пережил вот эту вот встречу с Богом. Но я не мог полностью освободиться от этого. Я погрузился больше в грех. И когда мне уже было сложно, я начал взывать к Богу, чтобы Он меня освободил, чтобы Он мне помог. Я сам по себе бросить не мог. И знаете, один прекрасный вечер. Господь так делает, Он через родителей, через кого-то другого. Но в этот раз это был мой отец. Он подошел мне и говорит, сын, мне приснился сон. Мне Господь показал все, чем ты живешь, как ты поступаешь, что ты принимаешь наркотики, ты зависим от них. И он, знаете, он рассказывает мне это все то, что действительно я скрывал от них тяжкие грехи. Да, они знали, чем я занимаюсь практически. Я не мог скрыть. Я пытался скрыть от людей, которые знают моего отца, потому что он был служитель. Но это не скроешь. Рано или поздно это видят люди. И это обнаружится. И тут, когда отец мне все это рассказывает, я понимаю, что я больше уже скрываться не могу. Я говорю, да, отец, действительно это так. Я не могу ничего поделать. Молитесь за меня. Благодаря этому разговору, благодаря тому, что Дух Святой ему открыл во сне. Через неделю я возвращался, как блудный сын, домой. Но уже знаю, что кому я могу вернуться. Я как бы, как этот блудный сын, как здесь написано, он как бы очнулся от этого всего. Он понял, что там отец мой, которому я могу вернуться. Да, я, может быть, не буду на правах сына, но я буду хотя бы в числе наемников. Я очнулся. Я поехал. Это был прекрасный вечер, когда в кругу семьи. То, что я не мог сделать раньше, я сделал. Я помолился. Я засвидетельствовал, что я хочу покаяться. И я каялся, молился, и я исповедовал Иисуса своим Господом. И с тех пор Господь меня полностью освободил. Никакого желания не было возвращаться к той жизни. Я был полностью свободен буквально на следующий день после этой моей молитвы. Знаете, Господь использует отцов, чтобы они передавали ту информацию, которую дает им Господь. И, знаете, не надо своих детей толкать на то, чтобы они покаялись, покаялись или приняли крещение насильно. Не надо этого делать. Знаете, нужно молиться за них, чтобы Господь Духом Святым им открыл их греховность. И когда Господь откроет греховность ваших детей, и даже нужно это начинать делать с малых лет, чтобы Он открыл им, тогда они полюбят Господа. Тогда Господь Сам откроет им, и они изменятся. Произойдет это рождение свыше. А когда произойдет рождение свыше, Он сам захочет принять крещение, скажет Отец, что препятствует мне креститься. Продолжение следует...